всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду все любят свиную рульку даже те кто ни разу не пробовал смотрят на рульку и сразу так офигеть да эти две рецептов самых распространенных сотни не меньше тут он и немецкий айсбан и чешская вепривоколена и литовский кумпис и кантонский енти я хочу предложить вам сегодня свой вариант простой очень простой вам понравится понадобится рулька имбирь растительное масло соевый соус и соль это для рульки а для гарнира я выбрал рис зеленый горошек курузу и зеленый чеснок для пикантности все поехали имбирь чистим натираем смешиваем соевый соусом и процеживаем лучше несколько раз мне собственно из зимбиря только сока нужен был так маринад готов а приступаем к рульке если она у нас была плохо зачищена при покупке придется потрудиться пироманы вперед вот теперь все отлично выбираем маринад шприц с самой толстой иглой какой только найдете в тонкой боюсь застревать его от ошметки имбиря вы до конца все таки не профильтруйте его и теперь играем в доктора а сейчас рульку надо натереть крупной солью и обильно смазать маслом и Субтитры создавал DimaTorzok Духовку уже надо разогреть до 160 градусов. В противень воды, а затем решетку. И в духовку на 1,5-2 часа. Чем рулька крупнее, тем больше времени понадобится. Рульку надо оставить в центре по высоте, нагрев верхней и нижней. Ждем. А вот сейчас понадобится вентилятор в духовке, то есть режим конвекции и верхний гриль. Температура 220. Нам надо шкурку сделать хрустящей. Всего на одну сторону уйдет от 5 до 15 минут. Зависит от реальной температуры в духовке и от расстояния нагревательной решетки, от решетки гриля до шкурки. Следите, короче. Как только достаточно запузырилось все, переворачиваем другим боком под гриль. Рис у меня уже варится, займусь гарниром. Рис у меня уже варится. Рис у меня уже варится. Немного соевого соуса сюда и чеснок нарезать. Собственно, все. А если вы на кетодеятеле убежденный мясоед, то их гарниры можно не заморачиваться. Теперь слушайте и наслаждайтесь. О, какая хрустяшка. Чудо. И вот эту хрустяшку внутрь. Обалдеть. Натуральный чипс. Хрустящий. С легким ароматом ДМК. Просто класс. Так, а теперь мяска. Вот этого. Например. Какая красота. Нет, конечно. Вы видите, что мясо получается не такое, как в моем рецепте рульки, когда она варится в пиве. Вот сюда сынок поешь ее, если не забуду. Но. Ах. Но это быстрее однозначно. У той рульки нет такой хрустящей шкурки. И та рулька не имеет аромата имбиря. А эта имеет. Не знаю, почему, но шпицевание соевым соусом делает мясо слегка сладковатым. И такое получается классное мясо, солоновато-сладковатое и с ароматом имбиря. Просто класс. Это мясо, конечно, не будет таять во рту, как кто. Но здесь есть, что пожевать. Оно классное. Оно все еще сочное. Я должен опять этой шкурки. Должен. Просто извините. Откусывается? Прекрасно. Хрустит замечательно. Сейчас. Еще гарнира. Это риса. Соево. Кукурузно. Горохового. Прекрасно. Но. Без гарнира мясо вкуснее. Так вот. Есть одна сложность. С пузырением шкурки. Для того, чтобы она вот так вся пузырьками пошла, нужно располагать мясо достаточно близко к грилю на последнем этапе. И тут очень важно не сжечь. Конвекцию я включаю для того, чтобы выровнять немножко вот этот температурный режим там. И для того, чтобы местами... А то здесь сгорит, а здесь еще она не запузырилась. Но располагайте шкурку вот этими местами к грилю на расстоянии там от гриля до шкурки 2-3, может быть, ну 5 сантиметров где-то так. Ну, по крайней мере, для моей духовки это верно. И поворачивать нужно несколько раз. Потому что повернули, начало топиться, начало пузыриться, поворачиваем другим боком. Есть такая сложность, есть небольшой геморрой. Но вот эта шкурка хрустящая, вы слышите, она стоит от их геморроя. И хрустит, и пузырится, и кусается. Классная, классная шкурка. Короче, на мой взгляд, этот рецепт стоит вот этих последних на 15 минут танцев с бумнами для того, чтобы запузырить ее. А так все просто. Обкололи и в духовку. Прекрасно. Так что готовьте и наслаждайтесь. Напоминаю, промокод фреска позволит вам сэкономить на вот таких вот классных Самуру Гольф и на других ножах Самура. Пользуйтесь и радуйтесь острым ножам. И режьтесь, как я часто это делаю на кухне. Спасибо за компанию. Не забудьте нажать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok